МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ненецкий округ в лидерах по темпам роста ипотечного кредитования. Аналитический портал ТОП РФ, основываясь на данных Центробанка России, подготовил рейтинг регионов по темпам роста ипотечного кредитования. В пятерку регионов, где жители стали активнее пользоваться ипотечными программами, вошел Ненецкий автономный округ, Севастополь, Крым, Москва и Республика Ингушетия. В Ненецком округе за 6 месяцев 2015 года выдано 65 ипотечных кредитов, а за первое полугодие 2016-го уже 115. Таким образом, рост составил почти 77%. Сегодня жителям регионные ипотечные кредиты предлагают две организации – Сбербанк и Московский индустриальный банк. Последние с конца 2015 года участвуют в программе «Пятипроцентные ипотеки». Соглашение, заключенное между банком и администрацией НАУ, позволяет гражданам оформить кредит под минимальную ставку. Недополученные доходы банку компенсирует окружной бюджет. В 2016 году на эти цели предусмотрено порядка 30 млн. рублей. С начала текущего года выдано 18 кредитов на покупку жилья под 5%. Всего с начала действия программы – 26. Средневзвешенная ставка ипотечного кредита в среднем по России на 1 июня 2016 года составила 12,72%. В прошлом году она составила чуть больше – 14%. Окружная потребкооперация завезла 300 тонн стратегического запаса продуктов. В их числе мука, сахарный песок, растительное масло, макаронные изделия и крупы. Всего с начала навигации 2016 года в населенные пункты Ниньского округа доставлено 1400 тонн товаров. Как сообщила руководитель окружного союза потребительских обществ Наталья Кордакова, завоз продовольствия на село активно продолжается. На 90% завоз стратегического запаса выполнен в муниципальном образовании Омский сельсовет, на 80% – в пёше. Во все остальные населенные пункты округа доставлено порядка 50% от планового объема продуктов с длительным сроком годности. Кроме обеспечения жителей нау товарами первой необходимости, в числе основных задач – потреб обществ региона на лето, заготовка дикоросов для производственных нужд, в первую очередь, морожки. Ягоды принимают от жителей региона на местах. С начала сезона от населения принято на переработку более 2,5 тонн морожки. Цена за северную ягоду колеблется от 250 до 500 рублей за килограмм. Дороже всего морожку продавали в Неси. Представителям коренных малочисленных народов Севера на 10 лет выделяют рыбопромысловые участки. Сегодня Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ниньского округа проводит конкурс на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков река Песчанка, Роман-Еха, Ярию и Серебчата-Еха. Участки представителям КМНС будут предоставлены для рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. На выделяемых участках можно ловить любую разрешенную рыбу в пределах выделяемых объектов, за исключением анодромных, катодромных и транскроничных видов рыб. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 августа по 4 октября до 10 часов по адресу поселок Искателей, переулок, Арктический кабинет, 128-Б. Профессионалы Ниньского округа получат заслуженные награды. Ежегодно в регионе будут награждать 12 граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие округа. Соответствующие поправки в закон о наградах и почетных званиях Ниньского округа были внесены весной этого года. В настоящее время аппарат администрации НАУ проводит работу по подготовке документов для поощрения высокопрофессиональных специалистов. Управлением Государственной гражданской службы и кадров принимаются представления о присвоении регионального профессионального почетного звания, а также о награждении окружными знаками отличия за безупречную службу Ниньскому автономному округу и трудовая доблесть. Знаков отличия трех степеней удостоится 12 граждан, внесших значительный вклад в развитие региона. Награждение будет происходить ежегодно, начиная с 2017 года. Первый селфи и популярность нарьинмарского художника за рубежом. 19 августа во всем мире отмечают День фотографии. О современном искусстве и лучших работах наш корреспондент пообщался с Виктором Куликовым. Народное гуляние в честь реколора. В Нарьинмаре отметят День российского флага. Ненецкий округ готовится к проведению Дня государственного флага России. Его отметят праздничным концертом на площади Ленина 22 августа. Для жителей и гостей региона выступят творческие коллективы округа. Каждый участник мероприятия получит ленту с триколором. День государственного флага Российской Федерации установлен указом президента 20 августа 1994 года. Праздник учрежден в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага. Овейного славой многих поколений россиян. И в целях воспитания уважительного отношения к государственным символам. Начало праздничного концерта ко дню российского флага в Нарьинмаре в 19 часов. Ненецкий округ присоединится ко Всероссийскому дню дворового спорта. Акция проводится впервые в России и стала возможной благодаря реализации федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Ее организует Министерство строительства и ЖКХ России и Ассоциация дворовых видов спорта. Ее основная идея – проведение организационных и спортивно-массовых мероприятий. Акция пройдет 20 августа во многих городах страны в числе участников Нарьинмар. На спортивных площадках по улице Ардалина состоятся соревнования по уличному баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту, челночному бегу, подтягиванию на перекладине. В городском парке в районе улицы Рыбников пройдут соревнования по кроссфиту, воркауту и армрестлингу. Также дворовые состязания состоятся в микрорайоне, в новом поселке и на улице Авиаторов. Акция начнется одновременно на всех площадках города 20 августа в 11 часов. Принять в ней участие могут все любители активного здорового образа жизни. Предварительная запись и регистрация не требуется. Более подробную информацию о проведении всероссийской акции в НАУ можно узнать в Департаменте образования, культуры и спорта Ниньского округа по телефону 2-18-30. Благодаря им можно вернуться в прошлое, вспомнить замечательные события, красивые места и любимые лица. Они позволяют нам вернуться в моменты, которые никогда не повторятся. Сегодня во всем мире отмечается День фотографии. Когда был сделан первый селфи и кто из местных фотокудожников получил признание за границей? Смотрите в следующем сюжете. Какая-то загадочная такая получилась. Виктор Куликов, фотограф-любитель, показывает нам свои снимки. Городские улицы в свете фонарей, кружевные деревья, словно морские кораллы. Главное – окружные здания. Никакого монтажа нет? Нет. Это такая вот весна у нас была в 2013 году. Просто резко быстро начало таять. Я вот как-то на это обратил внимание сразу. И поехало у меня несколько снимков из того дня, из того вечера. Просто такие вот лужи, так повезло, можно сказать. А после этого таких лужей, честно говоря, весной больше не вижу. Гуляет фотографии, это да, по интернету? Это да, гуляет в интернете. Останавливать время любитель фотоискусства начал с 2010 года. Тогда купил зеркальный фотоаппарат и стал по интернету учиться технике съемки и экспериментировать. Результат долго не заставил себя ждать. Фотографии стали собирать сотни лайков в социальных сетях. То есть в интернете все равно какой-то есть обратная реакция. И мне, в принципе, этого достаточно. Люди посмотрели, оценили, ну и как бы хорошо, и смотрели. Посмотрели и уже оценили Виктора Куликова не только в России, но и за границей. Как-то случайно поехал вечером в аэропорт, заснял, помните, у нас летал самолет АТР-42, заснял, он такой получился яркий, сочный. Выложил фотографии в интернет на одном из известных авиационных фотосайтов. И мне где-то, наверное, год назад написала одна из канадских фирм, которая занимается, которая изготавливает запчасти для данного типа самолетов. Вот, с просьбой, чтобы использовать мои фотографии в своих целях. Теперь фотографии нашего земляка известная канадская фирма использует для рекламы своей продукции. Все чисто свою символику. Это их название. Снимок – это коврик для мышки. Но не ради славы, признается нам Виктор, в любую погоду он берет фотоаппарат, чтобы сделать очередной снимок. Да, это чисто себя я делаю. Понравилось. Мне нравится просто ходить фотографировать и все. Любите свой край? Да, само собой. Иначе бы не получалось бы такие фотографии, наверное, если бы не было любви какой-то. Признаться в любви к малой родине, природе или человеку с помощью фотографии стало возможно благодаря гениальному изобретению талантливого химика-изобретателя Луи Жака Манде Дагера. Именно ему 19 августа 1839 года удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Тогда первые снимки произвели настоящий фурор. Вот, например, самая первая фотография полной луны, снятая через телескоп в 1840 году. В том же году была сделана и первая в мире свадебная фотография. А вот первый селфи в России сделала великая княжна Анастасия, младшая дочь царя Николая II в 1914 году на камеру Кодак Браунин. В записке отцу от 28 октября, которую Анастасия приложила к снимку, она написала «Я сделала это фото, смотря на себя в зеркало. Это было непросто, так как мои руки дрожали». Пройдет еще 22 года, и в 1861 году Джеймс Максвелл сумеет воспроизвести цветное фото. А изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволит делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки. Сегодня в мире цифровых технологий каждый без труда может сделать фотографию, которая потом заставит нас улыбнуться, взгрустнуть или затаить дыхание. Львов Пермяко, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Более 40 работ, посвященных Ненецкому округу. В Краевическом музее открылась фотовыставка Александра Безумова, посвященная 90-летию заслуженного деятеля искусств. Памятник Петру Февронию установят в сквере молодоженов. По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа, место выбрано с учетом мнения жителей региона. Предложения принимались в окружном ведомстве. Опрос также провела Ненецкая телерадио-вещательная компания. Участие в голосовании приняли более 600 человек. Скульптурную композицию планируется установить в поселке Искателей в сквере молодоженов. Предполагается, что памятник будут посещать свадебные процессии. Бронзовый Петр и Февроний держат в руках голубя, символизирующего мир и семейный очаг. Площадка для установки скульптуры уже выбрана и подготовлена. Установка памятников покровителям семейных ценностей началась в России в 2009 году в рамках общенациональной программы в кругу семьи. Скульптуры уже появились в 24 городах. Финансовую поддержку реализации проекта в Ненецком округе оказывает компания «Башнефтьполюс» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Александр Безумов. «Взгляд сквозь время». Выставка под таким названием открылась в Ненецком краеведческом музее. Александр Николаевич – живописец, график, монументалист, заслуженный деятель искусств Республики Коми и член Союза художников СССР. Большая часть его работ посвящена Ненецкому округу. О любви, живописи и сложном жизненном пути художника расскажет Любовь Пермякова. «Жизнь так сложилась, что в округе я прожил мало и чувствую себя каким-то образом в долгу», напишет в письме музею Александр Безумов. Своё вино Александр Николаевич полностью искупил. В январе 1979 года директор музея Толкачёва Лариса Борисовна получила письмо, в котором сообщалось, что художник передаёт свои работы в дар музею. Он писал, прежде всего хочется, чтобы картины были там, где к ним может быть интерес, и чтобы они не рассеялись и не пропали со временем, а были собраны в одно место. Сейчас 37 работ мастера, посвященные округу, хранятся в фондах Ненецкого краеведческого музея. 36 представлены на выставке, одна работа находится на реставрации. Эти работы как раз отражают нашу природу, именно Ненецкого автономного округа. Печёрских рыбаков, который, кстати, по-моему, именно так многогранно, как он, больше, наверное, никто и не писал. Здесь каждая картина пропитана любовью автора, не только к природе, но и к людям. Художник Безумов проявил себя и как прекрасный портретист, оставив после себя портреты жены, детей, друзей, людей различных профессий, строителей, колхозников, врачей. Выставка «Александр Безумов. Взгляд сквозь время» посвящена юбилею художника. В этом году Александр Николаевич отметил бы своё 90-летие. Художник ушёл из жизни рано, не дожив до 56 лет. Родился 26 сентября 1926 года в селе Великовисочное. Среднюю школу в Наринмаре окончил в 1942 году. Как и многие, он, конечно же, пошёл на фронт. Это случилось в 1943 году, когда он ещё был 16-летним мальчишкой. Но, тем не менее, и там, на войне, он не изменял своему увлечению рисовать. Он рисовал. Рисовал на обрывках бумаги, на тетрадных листах. И в итоге, в этот период времени, у него было создано очень немало работ. Это были портреты его однополчан. Это были пейзажные зарисовки, напроски. После демобилизации в 1950-м Безумов вернулся в Наринмар. Для него не стоял вопрос, чему посвятить свою дальнейшую жизнь. И вскоре он становится студентом Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. После учёбы с 1959 года и до самой своей смерти он живёт в Сыктывкаре, как пишет сам Александр Николаевич. Планировал после учёбы остаться в округе и приехал в Наринмар. Но ничего из этого у меня не вышло без коллектива художников. Пусть прожил небольшой отрезок жизни в округе Александр Безумов, зато оставил большое художественное наследие. Теперь каждый желающий может посмотреть на Наринмар 40-50-х годов и взглянуть на тех людей, которые жили, работали и строили наш округ. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север. 19 августа Православная Церковь отмечает один из важнейших христианских праздников – преображение Господней Спаса нашего Иисуса Христа. Он установлен в память преображения Спасителя перед учениками на горе Фавор. В русской народной традиции преображение называют вторым или яблочным Спасом, поскольку в этот день освящаются яблоки, самый распространённый плод на Руси. Специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов. Начиная с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной литургии. В православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но ради праздника преображения Господня церковный устав ослабляет строгость поста и допускает на трапезе рыбу. Некогда по яблочному Спасу крестьяне безошибочно определяли прогноз погоды. Например, считалось, что после преображения Господня и сама погода преображается, да и ночи стоят уже холодные. Приближение Спаса являлось сигналом для смены погоды, а по погоде в яблочный Спас люди точно могли определить, каковым в будущем году будет январь. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...